Из книги «Открытый моком» 23 том, тема «Лапкин книги», вопрос 3527. «Не утяжеляет ли чтение в ваших книгах множество цифр, счет?» отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Я не историк, иначе бы на специальность сослался. Читая Библию, вы найдете везде цифры, особенно в истории по книгам царств. Но вот читаем Евангелие, и там непрестанно числа и о количестве хлебов, и накормленных ими, и оставшихся кусков. Вот плывет апостол Павел, и он указывает на количество людей на корабле, сколько дней они были без пищи. Вы рассудите по цифрам, что сами вы их никогда не добыли бы, а истинные цифры как раз и указывают на добросовестность автора, на его желание поднять вас, вызвать у вас полное доверие. За каждой цифрой стоит немалый труд. Живущие рядом со мной видят, что иногда на один ответ я трачу несколько дней. За подсчетом букв, цифр, сравнение, конечно же, в Библии наглядность углубляет и возвышает веру, помогает в вере иметь опору. Меня обвиняют или упрекают во всем, что я делаю. То слишком много фотографий в книгах, то слишком толстые книги, то слишком много повторов. Так оно и есть, и в этом была моя цель, ибо я молюсь и читаю Библию. Не могу же я поделываться каждому. Фотографии и цифры дают максимальное представление о том, что хочешь показать другому. А я ведь говорю еще и с тем намерением, что человек захочет быть можно когда-нибудь побывать у нас. И приезжая, входит в знакомую обстановку, может начать обживаться сразу же. Если мы думаем купить дом, то не решимся на это, не побывав до этого ни разу. Кто и дали, или желая купить скотину, то нас интересует масть, плодовитость, продуктивность, вес, рост, возраст и многое другое. Без этого мы держим прицел на кота в мешке. Про мои книги этого не скажешь. Я ведь не гоголь, чтобы место назвать уездом городом Н, выдумывать Савакевича и Плюшкина. Если я о ком пишу, то обязательно телефон укажу и фамилию девичью, если речь идет о ком-то из сестер. Так поступали все авторы Библии. Я учился у них и им подражаю. Густав Доре прекрасно иллюстрировал рисунками Библию, но когда смотришь фотографии тех мест, где происходили библейские события, то ты как бы входишь туда, примериваешь к себе бывшее. Книги пишутся не на один год, место сменяется, люди уходят, и потому мы с таким интересом и печалью вглядываемся в снимки прошлого. Мне есть что сказать, что показать. За последние две недели я сам сфотографировал 250 местных потеряевских сюжетов. Это уже отобранные снимки, которые готовы войти в книги. Как правило, снимков делаешь больше в несколько раз, а из них уже делаешь отбор. Мною уж опубликовано в книгах моих 2539 стихов, считая 22 тома, открытым оком. Стихов моих более 2300 и стихи более чем 150 авторов, конечно. И это легко пришпилить к гигантизму. Каждый делает пусть то, что он может. Я же иду не протаренной тропой, а часто пробиваюсь через буреломы, нагромождение, лжи, как мягкой, так и церковной оболочки. 2 Маковейска 2.30-1. Ибо как строителю нового дома предлежит заботиться обо всем строении? А тому, кто должен заняться резьбою и живописью, надлежит изыскивать только потребное к украшению. Так мы думаем о себе. Углубляться и говорить обо всем, и исследовать каждую частность свойств начальному писателю истории. Святоши требуют язычников обрезать. Не всех, конечно, только христиан. Им все равно, что это бесполезно. Быть необрезанным есть вовсе не изъян. Такая смута, споры, заварушка, пыль иудейская почти до потолка. Обрезание давным-давно не нужно, и от язычников сподобились плевкам. То два перста, то дважды аллилуйя, а дважды два не могут посчитать. Враг против проповеди вывел свору злую, отдал на рассерзание лютым псам. Сарсянин сал свободу отстоял и в лицемерии старейших обличил. Орлиный взор его имел прогляд, что будет ННН гусиный щип. Святоши разные с обрезанным умом. Скастрированной совестью из люльки при всех прожекторах такой степеты днем. Канонами играет, словно шулер, седые дядьки даже с бородой. Надрыгно косоротится охлами. К объединению с татарской ордой, на скотобойню с дикими козлами. От канонизации мощей сошли с ума. Куминизмом бред, сергианством соблазны сеет патриарх весьма. Агарками чадили долго и погасли. К святейшей вере взоры обратим. Вся святошь каждого лишь от крови Иисуса. Нас душит гвал церковных воротил. Легко на Библию монашества науськать. Святоши хитрые и злющие в посты. О благовестии слышать не желают. Читайте Библию, чтоб Дух Христа достиг. И не страшитесь сверх святого лая. 17 марта 2007 года. Это Игнатий Лапкин.